В здании Развилковской школы искусств Наталья Беттина всю жизнь прожила в старом поселке. Последние годы жители аварийных домов ждут расселения. Надежда была на ЖК «Новая Развилка». Сегодня Наталья и ее соседи уже с последней надеждой пришли на эту встречу. Мы регулярно с администрацией общаемся, и мы в курсе дела. И я думаю, что сегодня уже должно быть какое-то конкретное решение принято. Сначала участникам встречи рассказали о том, как обстоят дела на сегодняшний момент, а также какие шаги решено сделать, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки. Мы в курсе ситуации провели ряд встречи, совещаний в министерстве. Что мы решили по той проблематике, которая на сегодняшний день. Но то, что застройщик, во-первых, возобновит системный прием дольщиков, куда анносятся продаж, определено у нас два дня. В течение двух дней же недель на приемы будут осуществляться. В министерстве прорабатываются два варианта возобновления строительства жилого комплекса. Первое – это привлечение проектного финансирования, то есть через кредитные организации. Второй вариант – передать дело крупным застройщикам, которые в Ленинском районе показали себя с надежной стороны. На встрече каждый смог задать интересующие его вопросы. Конечно, некоторые не могли сдержать эмоции. Я купил у вас в июне два квартира. Честь миллиона обладает. Этот день я хочу узнать в неделю. Вопрос был задан непосредственно представителю застройщика, заместителю генерального директора «Инверсити» Олегу Туровскому. В «Инверсити», кроме платежей по строительству, вы уже слышали, есть арендная платежная земля. Есть налоги, есть заразовная платная сотрудника. То есть получается, что дольщики все это время оплачивают нужды компании? Конечно, этого люди, которые вложили свои деньги в строительство, понять не в силах. Вопросы сыпались один за другим. В каждом слове не проблема, требование. Сделать что-то, чтобы стройка, которая стоит уже полтора года, вновь заработала. Но в зале не только дольщики, здесь же представители некоторых из них. Эти люди отрабатывают свои деньги, но каким образом? Требуют признать строительный объект проблемным. Такого исхода допустить местные власти не могут. Ведь тогда это бремя ляжет на муниципалитет, в бюджете которого таких денег нет. Валерий Венцель также сделал акцент на том, что перед руководством муниципалитета и региона стоит задача не только достроить жилые дома. В новом ЖК должна появиться вся запланированная инфраструктура. На четырех домах этот проект не останавливается. И этот проект, он не просто состоит из достроя, а там еще, как я уже говорил, социалка. Там переселение, которое тоже является существенной нагрузкой на застройщика. По окончании встречи вынесли решение о том, какие действия будут предприняты в ближайшее время по регулированию ситуации в ЖК «Новая развилка». Один из первых шагов – получение одобрения на кредитование проекта от банков. Все новости, заинтересованные в данном вопросе, люди могут узнавать на официальном сайте администрации Ленинского района. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.